Легендарный поливчик. Да, легендарный поливчик, то есть любой может взять, какой-то погаме там сыграть. И опять же, просто проблема у слонов-мухтенов, они не понимают, что такое. Они думают, типа, вот это некий там поливчик, как будто это просто, типа, ну, какой-то там поливчик. Но если любой человек попытается разобрать такого типа поливчика, даже если просто уменьшенную версию взять, допустим, там просто, не знаю, вот такой вертуханочек, да? То, к сожалению, к мельчайшему, ни один мухтен даже близко такую штуку не сыграет. А чтобы сыграть и ещё разговаривать, как бы это абсолютно невозможно. Поэтому здесь столько всего, всякие переходы, глушения, там, ну, просто пиздец. То есть даже вот такую штуку просто банально, допустим, раз-триоль, два-триоль, вот эта штука для мухтейна будет уже, к сожалению, невозможна. Поэтому поливчик, конечно, легендарный. Это как бы поливчик из мира Коцена и прочих. А для мухтейнов это, ну, даже в три раза медленнее невозможно, потому что они могут, ну, как-то примерно там ноты эти снять, но чтобы это сыграть чисто, как бы, выглядит просто пока сам не попробуешь, конечно. То есть это как бы любой норманчик, который попробует любой легендарный поливчик, даже какой-то просто там парочка триоли даже на одной струне, да, то есть не уходя на другие струны, а если на другие струны, то вообще будет такая как бы история печальная, что просто жесть. Поэтому выглядит просто, а по факту это, мягко говоря, непросто.